Добрый вечер, коротко о событиях уходящего дня. Какие препараты есть в наличии? Будут ли закупать дополнительно совершенно другие вакцины для тех, кому больше нельзя ставить спутник ВИП? И как граждане отнеслись к этой новости? Нереализованные планы! Активисты просят президента взять под контроль проект ЛРТ в Алматы. Почему дело не двигается дальше обсуждением? Только урок не осилит этот проект. И нужны ли мегаполисы современные трамваи? Почему так дорого? Бюджет спектакля 246 миллионов 700 тысяч тенге. Постановка БРТ в Туркестане обойдется бюджету в 200 с лишним миллионов тенге. На что потратят эти деньги и зачем это нужно? Президент Касым Жомар Токаев предупредил о рисках дефицита продовольствия в странах ЕС. Об этом глава государства рассказал коллегам на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, более 700 миллионов человек страдают от нехватки продовольствия. В наших странах ситуация значительно лучше, но рынки уже чувствуют давление растущих мировых цен на прод товары, и острота проблем растет. Подробнее с повесткой заседания ознакомилась моя коллега Зарина Беремкул. Зарина, что могут предпринять члены Евразийского экономического союза, чтобы обеспечить доступными продуктами население наших стран? Добрый вечер. Как сообщил претендент Касым Жомар Токаев, уже есть первое решение. Это проект общих принципов и подходов к обеспечению продовольственной безопасности, который разработала Евразийская экономическая комиссия совместно со странами Союза. В этом документе прописаны меры, направленные на обеспечение продуктами, минимизацию рисков появления дефицита, а также меры по импортозамещению техники, используемой в агропромышленном комплексе. Проект могут принять уже в декабре на следующем заседании Совета в Алматы. Кроме того, Касым Жомар Токаев призвал коллег выделить внимание и ускорить переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, Египтом и Индией. Этот вопрос на повестке дня вот уже 5-6 лет, но сейчас, в период восстановления экономик после коронакризиса, сотрудничество с третьими странами становится особенно важным. При этом президент Казахстана добавил, что Евразийский экономический союз может усилить влияние на мировые товарные потоки. Для этого нужна современная логистическая инфраструктура, есть уже общий пакет таких проектов. Важно не только ускорить их реализацию, но и создавать привлекательные тарифно-ценовые условия для обслуживания трансграничных товарных потоков, как и ранее призывая наши транспортные ведомства к более тесному сотрудничеству. Зарина, а как в странах ЕС намерены выправлять ситуацию? Ведь пандемия нанесла мощный удар по экономике. Да, Наталья, всем понятно, что восстановление экономик напрямую зависит от благоприятной эпидситуации. В этом вопросе тоже предлагается объединить усилия. Наш президент призвал коллег сотрудничать в области науки и фармацевтики, а также в случае необходимости координировать свои действия при установлении санитарно-эпидемиологических режимов. Спасибо. Зарина Беремкул рассказала, о чем говорили главы государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Казахстане продлили время работы ночных клубов и других развлекательных заведений, которые участвуют в проекте «Ашик». Если бизнес-объект расположен в зеленой зоне, то он сможет работать до трех часов ночи. Если предприниматель имеет статус лидера «Ашик», то и до пяти утра. В желтой зоне время работы немного ограничено. До часа ночи в семь и до трех часов ночи для лидера «Ашик». Помимо этого, межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса решила увеличить необходимое число вакцинированных с 9 миллионов 900 тысяч до 11 миллионов 400 тысяч человек для формирования коллективного иммунитета. На комиссии был рассмотрен и вопрос ревакцинации. Повторно прививать население. После полного курса вакцинации планируется начать с третьей декады ноября. Готовы ли в Казахстане к ревакцинации? Есть ли наличие разные препараты, чтобы у граждан был выбор? Наши корреспонденты узнавали, какая сейчас ситуация с вакцинами в стране. Далее, чем сейчас пребываются столицы и ожидается ли поставка новых вакцин? Добрый вечер, Наталья. В столице обоими компонентами привиты 403 тысячи человек. Вакцинация продолжается. Вовсю тут же готовится к ревакцинации. Поставки препаратов Нур-Султана осуществляются бесперебойно. Но в наличии нет Хаятвакс, которая весьма популярна среди жителей столицы. И до конца года ее завозить не планируется. Сейчас жители Нур-Султана могут привиться тремя вакцинами. Это российский спутник ВИ, китайский Синофарм и отечественный Казвак. Многие рассчитывают ревакцинироваться Пфайзером. Его должны привезти в ноябре. В управлении здравоохранения говорят, что распределять американскую вакцину регионам будут в зависимости от потребности. Так как Пфайзер в первую очередь предназначен для детей от 12 лет и беременных женщин. Вакцинация начнется с первого триместра. И кто-то в этот срок может уже попасть к поступлению вакцины. Кто-то уже может благополучно родить и выбывает из категории для вакцинации Пфайзером. Так же и по детям. Кому-то может к этому времени уже исполниться 12 лет, соответственно он уже будет входить. Поэтому сейчас пока точной цифры нет, сколько это людей. В ближайшее время медики должны подсчитать точное число подлежащих вакцинации Пфайзером. Излишек распределят по пунктам, в том числе и для ревакцинации. Ордак, а какими препаратами можно ревакцинироваться в Алматы? Далее для алматинцев на данный момент доступны три вида вакцин. Это спутник, Казвак и Виросел. Больше всего сейчас китайской вакцины Виросел. 150 тысяч доз. Также есть 30 тысяч доз казахстанской вакцины Казвак обоих компонентов и 15 тысяч доз спутника. Приоритет при ревакцинации будет у врачей, учителей и полицейских. Именно они в числе первых получили прививку от коронавируса в феврале. А желающие должны сдать тест на антитела. И он должен быть отрицательным. Ревакцинация пройдет одним компонентом. Если, допустим, человек изначально получил вакцину спутник, он ревакцинацию получает инактивированную. То есть это либо Казвак, либо Синофарм вакцина, один компонент. Если человек получил, наоборот, первоначально Казвак, либо другую инактивированную вакцину, он через 9 месяцев может получить вакцину спутник, первый компонент. В управлении здравоохранения не исключают, что получившие вакцину спутник смогут ревакцинироваться этим же препаратом. И врачи отмечают, что алматинцы очень активно интересуются ревакцинацией. В основном это пожилые люди. При этом тест на антитела надо сдать добровольно, по желанию. На данный момент оба компонента получили 895 тысяч человек. Людмила, расскажи, как к ревакцинации относятся жители Караганды. По-разному, Ордак. В Карагандинской области на сегодняшний день оба компонента получили 62% населения. Это около полумиллиона людей. В управлении здравоохранения считают это нормальными темпами. Оказалось, что многие согласны и на ревакцинацию. Чем получать ПЦР каждую неделю, лучше получить один раз. И как бы для здоровья. Если как бы через год, то можно. А так, не знаю. Я даже первую не делаю и пока не хочу. Нет, я еще первую не сделаю. Я и так переболел недавно. Теперь у меня свои естественные антитела. Привиться повторно можно будет в тех же центрах вакцинации, в поликлиниках. Это будет бесплатно. А при этом в управлении здравоохранения Карагандинской области ответили категорично, что вакцину нужно менять. Кстати, ученые из Швеции, Италии, Германии, Швейцарии и Китая провели совместное исследование и выяснили, что у переболевших уровень антител снижается в течение полугода. А затем показатели остаются стабильным до 15 месяцев. Но лучше не рисковать. Даже переболевшим и привитым стоит соблюдать правила карантина. Людмила Батюшкина, Даля Насибова и Ордак Камал. Информбюро. Общественный фонд «Урбанфорум Казахстан» просит президента страны взять под личный контроль проект строительства легкорельсового транспорта в Алматы. Активисты говорят, что дальше обсуждение проекта скоростного трамвая за все эти годы не продвинулся, хотя город нуждается в таком транспорте. В связи с этим они просят главу государства взять на личный контроль этот вопрос. Кроме того, мы видим, что между Акиматом и правительством идет некое недопонимание. То есть правительство не готово вкладывать свои гарантии в этот проект. А Акимат не способен, на наш взгляд, достаточно принципиально занять позицию, чтобы доказать важность, необходимость этого проекта для города. В городском Акимате тем временем говорят, что от проекта легкорельсового транспорта не отказываются. Он есть и в генеральном плане развития мегаполиса. Нерешенным остается только вопрос финансирования. Чтобы трамвай заработал, нужно 300 миллионов долларов. А город в одиночку такие расходы не осилит. За счет только городского бюджета город не осилит этот проект. Поэтому мы просим помощи у правительства. Вопрос остается открытым на стадии обсуждения. И если финансирование решится, этот Акимат от этого проекта не отказывается. 300 миллионов долларов стоимость проекта легкорельсового транспорта в Алматы. Протяженность пути скоростного трамвая по плану составит почти 23 километра. Но, учитывая возникшие сложности с финансированием, возникает вопрос. Нужен ли городу такой дорогой проект? Что он даст мегаполису? С нами на связи эксперт в области транспортной политики Елена Ярзакович. Елена, добрый вечер. Как вы считаете, 300 миллионов долларов за 23 километра ЛРТ – это дорого? Или все-таки по общим мировым ценам это нормально? По общим мировым ценам это, так скажем, нижний предел. Цены за километр по легкорельсовому современному трамваю. Мы знаем аналоги, которые гораздо больше стоят. Но алматинский скоростной трамвай в текущем ценнике – это очень-очень экономичный и привлекательный для инвесторов и для города проект. Нужен ли Алматы легкорельсовый транспорт? Я глубоко убеждена, что проект нужен, потому что нам необходимо развивать как новые районы, так и решать проблемы с пробками в центральной части города. И трамваи, его трасса, расположение депо в индустриальной зоне должны как раз обеспечивать качественную скоростную связь между, так скажем, текущими окраинами индустриальной зоны, центром города и дать возможность более 120 тысяч поездок в день обеспечивать на текущем коридоре, который считается одним из самых заполненных в настоящее время. А должна ли общественность осуществлять контроль за расходованием средств в случае, если проект будет все-таки реализован? Ну, во-первых, я очень верю, что проект достаточно привлекательный, он на самом деле недорогой, и он должен быть реализован в Алматы, чтобы мы сократили выбросы, во-первых, от транспорта, с другой стороны, обеспечили людей качественным новым видом транспорта и преобразовали наши улицы. И, конечно, внимание общественности должно быть на любой фазе реализации проекта, и если проект будет реализовываться вот через структуру международного тендера, при любом таком проекте существуют наблюдательные советы, в том числе включающие в себя представителей общественности, которые могут следить за расходованием средств, за сроками и за качеством, главное, работ, которые должны быть реализованы. К сожалению, пока у нас нету таких прямых законодательных инструментов именно по влиянию общественности в ходе реализации проекта, но я думаю, что так как проект очень значимый для Алматы, это можно все предусмотреть в рамках контрактов. Спасибо вам. Эксперт в области транспортной политики Елена Ирзакович поделилась мнением о проекте ЛРТ в Алматы. Спасибо большое. Школьники-предприниматели. Благодаря инициативе благотворительного фонда «Халык» казахстанские ученики смогли открыть свое дело. Бесплатное обучение азамбизнеса позволило многим молодым людям запустить свой бизнес. С чего начинают подростки и каких успехов добиваются в материале Оскара Миндебаева. Ануар Жайнаков в свои 17 лет имеет собственный магазин. Идея создания бутика с тематикой аниме пришла к нему несколько лет назад. Раньше он мог торговать только на интернет-площадках. Но благодаря благотворительному фонду «Халык» он осуществил свою мечту. Ануар прошел бесплатное обучение в бизнес-инкубаторе «УСГРС Пауэрд Бай Халык Фонд». Все знания он успешно воплотил в жизнь. «УСГРС» очень повлияло на мою жизнь кардинально, потому что именно в период обучения в этот момент мне помогли и посоветовали, я осознал, что нужно открывать свой магазин. Не считая себя ребенком, я уже взрослый человек, который обеспечивает себя, свою маму, свою сестру. Среди тех, кто тоже прошел обучение в бизнес-инкубаторе «УСГРС Пауэрд Бай Халык Фонд» – вот эта четверка. Несколько старшеклассниц, объединившись, организовали компанию «Жанэнда». Девочки придумали уникальный продукт – новый формат поздравлений или признаний в любви. На органическом стекле с портретом того, кому адресовано послание, они внедряют QR-коды. В зашифрованном послании содержится голосовой сюрприз. Мы собрались с девочками на брейншторм, в котором обсуждали всякие актуальные идеи для стартапов и так и пришли к созданию QR-кодов. Мы распространяем нашу идею на социальной платформе Инстаграма и это достаточно популярная идея сейчас. Поначалу мы горели самой идеей, а потом уже, когда поняли, что можно это монетизировать, мы загорелись вдвойне. Инициатор и основной организатор проекта – благотворительный фонд «Халык», который поддерживает развитие предпринимательского потенциала среди молодого поколения Казахстана. Бизнес-инкубатор УСГРС «Пауэрд Бай Халык Фонд» предоставляет бесплатное обучение юным предпринимателям со всех уголков нашей страны. За этот год подали заявки более 4 тысяч школьников. По итогам отбора обучения прошли 1400 детей. Благотворительный фонд «Халык» подвел итоги УСГРС за прошедший год. Общий бюджет проекта – 70 миллионов тенге, 200 лучших участников стали обладателями грантов от фонда «Халык». И большая часть обучившихся уже зарабатывает миллионы. Оскар Медыбаев, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Вы смотрите новости Информбюро. Продолжаем выпуск. В Норвегии 37-летний мужчина расстрелял из лука пятерых человек. Нападение произошло в городе Кангберге, недалеко от Осла. Известно, что он недавно приехал из Дании и принял ислам. Среди пострадавших офицер полиции, находившийся при неисполнении служебных обязанностей, это нападение стало крупнейшим по числу жертв в Норвегии с 2011 года, когда ультраправый экстремист атаковал молодежный лагерь. Тогда погибли 77 человек. В этот раз власти объявили, что начато масштабное расследование. Преступник задержанным оказался 37-летний датчанин. Сейчас его допрашивают. В полиции не исключают террористический акт. На данный момент стражи порядка считают, что он действовал один. О мотивах ничего не известно. После трагедии сотрудникам правоохранительных органов по всей стране было приказано носить оружие. Обычно они не вооружены. Продолжение получила история о пытках в колонии в Усть-Каменогорске. Буквально накануне суд приговорил семерых сотрудников исправительного учреждения к реальным срокам за убийство заключенного Андрея Кондратенко. Правду удалось выяснить благодаря тому, что он перед смертью проглотил записку с именами своих мучителей и показанием свидетеля Сергея Федорова. Теперь же родственники Сергея Федорова утверждают, ему отказывают в УДО из мести. Индира Какимова расскажет. Татьяна Абакумова ищет правду для своего брата Сергея Федорова. В 2019 году он отбывал наказание вместе с Андреем Кондратенко, погибшим от быток. Его показания стали доказательством вины сотрудников колонии. И теперь заключенный считает отказ в УДО местью. Говорят, что не оплочены иски. Но иски все оплочены. У меня на руках. Я сама лично в спецотдел возила. Но их по первому суду не приложили, забыли положить. Второй, когда был суд на УДО, они скрыли эти иски, то есть сказали нету. Причина в том, что он был свидетелем по поводу вот этого злостного убийства, вот этого Кондратенко 17-й зоны. Буквально вчера суд отправил семерых сотрудников колонии на нары. Согласно материалам дела, они топили в тазу и лишали сна 29-летнего Андрея Кондратенко. Он погиб за пять месяцев до освобождения. Тогда официальная версия была о суицид. Однако в его легких судмедэксперты обнаружили воду, а в желудке записку с именами мучителей. Татьяна Абакумова уверена, коллеги осужденных теперь мстят свидетелю. В департаменте управления исполнительной системы уверяют, что уже назначили комиссию и обещают разобраться. В отношении свидетелей, находящихся в местах лишения свободы, действует спецпрограмма. Защиты и после проверки инцидента мы примем необходимые законные меры. Однако Татьяна Абакумова наслышана о том, что проверки и комиссии редко подтверждают жалобы заключенных. И на опыте Андрея Кондратенко всерьез боится за жизнь и безопасность своего брата. Индера Кокимова, Информбюро, Усть-Каменогорск. Зрелищем на полмиллиона долларов могут теперь наслаждаться туркестанские театралы. Такой подарок своим жителям сделали областные власти. Они выделили 246 миллионов 750 тысяч тенген на первую постановку местного музыкально-драматического театра «Бюрте». На что ушли эти средства? Этим вопросом задалась Анастасия Новикова. Пьеса «Бюрте» рассказывает историю знакомства Чингисхана с его старшей женой. Вообще, все, что касается Монгольской империи, требует масштабности. С этим никто не спорит. Однако вопросы к бюджету все же есть. Согласно официальной информации, его распределили так. Только на костюмы ушло 13 миллионов 100 тысяч тенге. Самый дорогой из них стоит 6 миллионов. Есть еще шапки по 600 тысяч. На логистику авиаперелеты и проживание в гостинице потратят более 9 миллионов тенге. Итого 40 миллионов 200 тысяч тенге. Но на что потратили еще 206 миллионов тенге, информации нет. Не захотели нам об этом рассказывать в самом музыкально-драматическом театре, сославшись на занятость. Обещали ответить на вопросы на следующие недели. В туркестанском Акимате предоставили пресс-релиз. Бюджет спектакля 246 миллионов 700 тысяч тенге рассчитан на полный театральный сезон. До конца 2021 года ожидается 10 постановок спектакля. Декорация, костюмы приобретены только единожды. На каждую постановку покупка костюмов не рассмотрена. А может, секрет кроется в режиссере? Ведь в бюрте ставят аж два итальянца – Карло Шакалуга и Давиде Ливермори. Работу последнего казахстанцы могли оценить в трех постановках «Астана-Опера». По словам заместителя директора «Казантоупа» имени Абая в Алматы, у них таких дорогих спектаклей еще не было. Однако, Таир Каримов отметил, что стоимость постановок с нуля в больших театрах вполне может доходить и до 300 миллионов в зависимости от масштаба. Если это восстановление идет, то это одна цена. А если он полностью с нуля поднимается, то есть новая музыка, новые декорации, новые сценографии, новые костюмы, новая хореография. У нас есть спектакль «Спартак», мы закрывали сезон. То есть мы делали новую сценографию, но мы не делали новую хореографию. Мы шили новые костюмы, но мы ничего не меняли по свету, по звуку. И там несколько десятков миллионов нам обошлось. Население Туркестана, по последним данным, не превышает 170 тысяч человек. Вместимость зрительного зала местного музыкально-драматического театра – 510 человек. То есть за 10 спектаклей постановку смогут посмотреть 5100 зрителей. И это при полной заполняемости зала. Даже если все они купят билеты по средней цене в 10 тысяч тенге, а купятся из вложенного только 25,5 миллионов. Вот только согласно последнему постановлению санврача, заполняемость зала не должна превышать 50%. Анастасия Новикова, Абзал Требеков, Информбюро, Туркестан. Возьми кредиты, отпразднуй новоселье. Житель Ридера оформил заем в Халыкбанк и выиграл квартиру в Алматы. Что нужно, чтобы испытать удачу? В гостях у победителя побывали наши корреспонденты. Житель Ридера Валерий Бутринов – механик на горнодобывающем предприятии. Он решил оформить кредит на покупку автомобиля в Халыкбанк. И всего два месяца спустя оказался в числе счастливчиков, выигравших квартиру в Алматы. В итоге, рассказывает мужчина, сбылись сразу две мечты – и авто, и собственная жилплощадь. Обживать квадратные метры в жилом комплексе Хантенгри приехал с супругой Анной. Для меня это было очень неожиданно. Я был на работе, находился, занимался своими непосредственными обязанностями. Мне звонят. Я не поверил просто-напросто, что выиграл квартиру. Семья Бутриновых – уже четвертый победитель акции от Халыкбанк. Всего же среди клиентов банка разыграют семь квартир в жилом комплексе Хантенгри, расположенном в верхней части Алматы. Еще не поздно испытать удачу. Сегодня проведен четвертый розыгрыш. И мы рады, что данная акция продолжится еще до 31 декабря 2021 года. Всем желаем удачи. Принять участие в акции совсем несложно. Достаточно оформить кредит или рассрочку на сумму от 200 тысяч тенге и ежемесячно оплачивать товары и услуги через приложение Халыкхомбанк. Еще одна семья сегодня празднует новоселье. Выиграть квадратные метры от Халыкбанк может любой. Еще три квартиры в экологически чистом районе Алматы ждут своих владельцев. Елена Меньшова, Думан Сулейменов, Информбюро. Это были все новости уходящего дня. Оставайтесь с 31 каналом и берегите себя. Играйте Сал sugractив Div 1996 год. Теперь мы в этом году надп petем. Сегодня закрывайте себя. Здесь у кабинет. 치는zystando. Налон-то вет 봤天 тут. Его вы futuroнит с уходи. Да.